С вами Леонид Бугаев и я хочу дать рецензию на книгу Джека Дайкинга «Магия кадра». Эта книга в первую очередь для начинающих фотографов, и это удивительная фотокнига, которая поможет вам увидеть невероятные красоты, если вы захотите подсматривать, понимать, как самые главные профессионалы в этом мире, фотографы с невероятным послужным списком и с удивительным знанием, опытом, композицией, съемки природы делают свою работу. Это удивительная, в первую очередь, графическая книга, которая показывает, как автор думает. Он принимает решение делать кадр таким или другим, делать его симметричным, делать его, например, вертикальным или горизонтальным, и вы можете буквально попасть автору в мозг. Джек Дайкинг показывает мир, в котором нет людей, в котором есть только линии фигуры, камни, природа. И это невероятно цветная книга, которая поможет вам в первую очередь научиться видеть этот кадр, делать какие-то вещи, которые в том числе будут удивлять ваших зрителей. И вот это удивительное ощущение, как он это сделал, как, черт возьми, он подсмотрел, потому что я думаю, что вы сталкивались с таким же, когда один и тот же объект, снятый с разных точек, в результате приводит к тому, что появляются совершенно разные фотографии, совершенно разного качества, и совершенно по-разному один и тот же объект видится разными людьми. Для того, чтобы вы научились снимать сильные композиции, для того, чтобы вы научились их кадрировать, для того, чтобы вы научились выделять важные элементы, вам пригодится эта книга. И, конечно же, это в первую очередь огромное количество тестов, экспериментов и попыток делать это снова и снова. Автор опять же пишет про то, что он возвращается в определенные места постоянно, в попытке найти какие-то вещи. И для меня, например, это одна из важнейших идей этой книги, потому что вы можете напропалую снимать, фотографировать красоты, потому что у вас под рукой сейчас бесконечное количество кадров, будь то в смартфоне или в профессиональном аппарате. Но возвращаться в одно и то же место и видеть, каким образом меняется освещение неба, каким образом меняется природа, каким образом свет совершенно по-другому, буквально вчера и сегодня отличает травинки или какие-то элементы парка, в котором вы нашли какую-то фотографию. Вот это вот то, что вы можете практиковать. Делать фотографии, от которых захватывает дух, вот это обещание этой книги. И я рекомендую «Магию кадра» Джека Дейкинга, даже если вы не собираетесь быть профессиональным фотографом, просто потому что эта книга поможет человеку со смартфоном. Замечательное устройство, которое в какой-то момент появляется в кадре. И iPhone 10, 12, 15, он будет все лучше и лучше, с одной единственной поправкой. Вам нужна история про композицию, вам нужна магия кадра, вам нужен взгляд человека, который выхватывает какую-то красоту, видит ее и говорит, «Мне нужна вот в этот момент рука, которая зафиксирует это изображение». И в результате вы получаете огромное удовольствие даже от того, что вы просто делитесь этой красотой, этой магией пойманного кадра с вашими друзьями, с вашими близкими, с вашими подписчиками в Инстаграме. Или, может быть, в конце концов, вы профессиональный фотограф, который действительно занимается этим постоянно. И вы публикуетесь, вы делаете свою работу уже очень долго. Но посмотрите, Джек Дайкинг – это действительно человек, который способен вдохновить своими работами. И сделать так, чтобы в вашей жизни появилась частичка природы, частичка магии, частичка света. Если вам понравилась сегодняшняя рецензия, подпишитесь на мой канал, и мы увидимся с вами в новых рецензиях. До встречи! Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»